Можно не кричать, не плакать, не рыдать, не умирать, не отравляться, никого не убивать, а просто быть собой. Наверное, начну с немножечко банальных вопросов, потому что вы на них уже отвечали Саше Цыпкину, но про карантин и самоизоляцию нужно говорить в любом случае. Расскажите, где вы, с кем вы на карантине, что вы делаете, что у вас там происходит. Я в городе Санкт-Петербурге, в квартире, не за городом, мы живем в квартире вчетвером. Я с Максимом и двое наших детей, два мальчика. Пока трудности не испытываем. Единственное, что, конечно, надо было перестроиться на то, что у нас нет нянь и нету домработницы, потому что это, наверное, та часть жизни, о которой ты просто когда-то перестаешь заботиться. Понятно, что ты занимаешься детьми в свободное от работы время, но когда ты с ними 24 часа и плюс ты должна содержать еще целиком дом, квартиру, это очень оказалось сложно. То есть это то, что наши мамы и бабушки делали по щелчку, для них это было естественно, а для нас это уже не так привычно. Ну, не для всех, конечно, но для многих, особенно работающих мам. Вот, и поэтому вот это было самым сложным для меня. Ну, то есть сказать, чем я занимаюсь, я готовлю, я мою посуду, я убираюсь, я стираю, развешиваю белье, я глажу, я играю с детьми, я делаю с ними уроки, я, не знаю, леплю, рисую, вырезаю, раскрашиваю и все такое. Ну, то есть как бы занимаясь всем тем, чем занимается, в общем, наверное... Я просто не очень люблю слово домохозяйка, мне кажется, оно как-то... Ну, женщина, которая обустраивает дом и занимается уютом в доме, скажем так. А вот детям насколько комфортно, насколько вот легко объяснить там старшему сыну, что надо сидеть дома и вот нельзя пойти погулять, нельзя никуда ходить, ему не скучно? Мне вот кажется, моя мама выразила такую гипотезу, я, в общем, отчасти с ней согласна, что это все вообще затеяно мирозданием для детей, для того, чтобы они наконец-то увидели вообще маму, папу и чтобы побыли вместе с ними. Дети абсолютно счастливы, вот абсолютно, им не... они не хотят на улицу. Я старшего, там, мы несколько раз выходили гулять там два раза в неделю в какие-то совсем нелюдные места, я его просто пинком выгоняла, потому что он не хочет идти на улицу, ему хорошо дома, ему нравится, что мы играем все время, что можно там посмотреть мультики, что можно почитать, что можно отдохнуть. Дети счастливы, нет, они вообще не чувствуют, что есть какое-то ограничение. А для Андрюши, для старшего, мне кажется, вот эта вот история с дистанционного учения, для них это вообще какое-то веселье немножко. А ваша работа как изменилась? У вас есть какие-то репетиции сейчас по Зуму? Что-то вы, может быть, снимаете на удаленке? Да. Наш театр, Малый драматический театр, мы сделали онлайн-репертуары, и мы записали Пушкина стихи, Бунина рассказы, Чехова детские рассказы, и каждый день вот у нас составлен репертуар, какие-то выходят рассказы, я сама писала тоже стихи Пушкина и Чехова рассказ. Вот, я думаю, что если будет еще продлеваться карантин, наверное, будем продолжать пока в том же духе. вот, но вот, то есть, такое немножко культурное онлайн вливание, но не более того. А как только карантин закончится, я так понимаю, что у вас состоится премьера наконец-то «Братьев Карамазово», да? Да, совершенно верно, да. Это ваша последняя работа, вы на дне, ну, ваш последний спектакль. А расскажите, может быть, что-то про постановку, что-то там, может быть, что-то новое, насколько она классическая, неклассическая, современная? Ой, знаете, я так боюсь. Это вопрос, на самом деле, вы первый человек, кто мне задает, поскольку у нас еще не было премьеры, и должны были, наверное, какие-то пресс-подходы быть, потому что, когда ты занимаешься, ну, как ты репетируешь произведение четыре с половиной года, и тебя спрашивают, не четыре с половиной, три с половиной, да, прошу прощения, то есть почти четыре, и когда тебя спрашивают, расскажите про что спектакль, это невозможно, потому что это три с половиной года жизни, и вообще уместить весь тот объем мыслей, переживаний, отношения к самому материалу, разборов, все сопутствующие слова по отношению к этому роману вылить в ответ очень сложно. Три с половиной года назад мы начинали с того, что для нас это называлось изучение романа «Братья Карамазовы». То есть мы, у нас не было, то есть Лев Абрамович нам, как бы, открыто говорил, я не знаю, закончится ли эта постановка или нет, непонятно. Мы делали суперсовременные версии, тоже там у нас с разговорами по скайпу с Богом. У нас была полная свобода, мы могли делать этюды, как хотим, брать любые темы, материалы, потом, естественно, круг сужался, 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 и у нас была остановка. Мы вот в феврале прошлого года, как бы, мы приостановились почти на восемь месяцев, потому что Лев Абрамович взял тайм-аут на переосмысление, что у нас что-то не получается, что-то не докручивается, может быть, не та компания, что-то не дослучается, хотя мы уже были почти на сцене. То есть были на сцене, но что-то не складывалось. Потом мы вернулись опять в октябре к постановке, и немножко другим составом Лев Абрамович переделал очередной раз инсценировку, и мы уже вступили в плотный репетиционный блок. Одно могу сказать, что это какая-то, ну, колоссальная выжимка из Достоевского, такая эссенция просто вот густейшая. Я не понимаю, при том, что мы всю работу делали вместе, мы шли рядом, но я не представляю, как нужно было проработать этот роман, насколько нужно было знать каждую строчку, чтобы составить эту инсценировку, потому что там нету как бы сцен, да, вот там сцена первая, сцена вторая, сцена третья. Там все перемешано между собой. Это все равно будет называться тоже сочинение Льва Адодина по роману Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазова». То есть это вот вынутая суть, если так можно сказать. То, конечно, так, как ее понимает Льв Абрамович, как ее присвоили себе мы или присваиваем. По идее это должно быть ужасно легко. То есть зрителю все, что, несмотря на то, что там идет колоссальное количество информации, поток по отношению ко зрителю, должно быть ощущение, что нам это вообще ничего не стоит. Что мы жонглируем этим вот так вот легко. Что мы говорим о любви, о Боге, о ненависти, о смерти. Вот обо всем нам это ничего не стоит. И это должно затягивать. Вот если мы добьемся этого эффекта, мне кажется, тогда будет очень интересно смотреть. Но добиться этого очень сложно. Но мы на пути. Это такой очень сложный путь. Это, наверное, самые сложные репетиции в моей жизни, скажу честно. Вот прям положаю руку на сердце. Такого, так сложного мнения было никогда. Уже столько раз приходило и отчаяние, и обратное вдохновение, что надеюсь, что все придет к тому, что будет легко и интересно. Да, скорее бы уже вернуться в обычную жизнь и посмотреть. И если не ошибаюсь, в кинопоиске написано, что у вас какое-то ближайшее, пока непонятно какое время, должен выйти фильм «Декоратор» про Эраса Фондорина. Это висит информация уже лет шесть, наверное. Да, меня просто тоже удивило, потому что я не слышала ни разу, что выходит такой фильм с Данилой в главной роли. Да, нет, она об этом не в курсе, я думаю. То есть фильм никогда даже не начинали снимать... Этого фильма не существует. Может быть, он существует в какой-то параллельной реальности и просочился в нашу случайно. И там мы в нем снимаемся, но в нашей реальности его нет. Тогда вопрос. Раньше у вас в фильмографии было довольно много фильмов и сериалов. Сейчас их практически нет, и вы в большей степени погружены в театральную жизнь. Это какой-то осознанный переход? Вам сейчас интереснее в театре? Или, например, нет интересных фильмов, в которых вы бы хотели сняться? Ну, во-первых, мне интереснее в театре, и я его все-таки больше понимаю и чувствую. Я это осознаю. Но и потом все-таки возраст дает свои преимущества. Потому что, конечно, в силу молодости я бралась за все подряд. Ну, вот, и если посмотреть на мою фильмографию, да, там, я не знаю, сколько там, типа, 60-50 фильмов, ну, не знаю, сейчас наобум говорю, но достаточно много. Ну, много. Но, честно, да, можно половину, даже, может быть, больше, чем половину выкинуть. И это не значит, как бы, не то, чтобы мое пренебрежительное отношение, но они, как бы, ничего мне актерски не прибавили ни на секунду. Андрюш, ты думаешь, тебя не видно? Тебя видно. Давай, бери, что тебе тут, что и убегай. Что тебе дать? Эту... А, вот. Пошел? Да. Все, давай. Есть фильмы, которые... их тоже немало. Даже если я назову, скажем, 10 или 12, это очень много. Для учения, например, как бы по фильмам в год, это очень-при-очень много. И я очень счастливый человек, что у меня были такие роли и были такие режиссеры. И вот, ну, за них я отвечаю головой и сердцем, что я вложилась в них так, как хотела. И, как бы, прожила, поняла, продумала. Много над этим работала и дома, и на площадке. Но, и если бы, условно говоря, были только эти 12, я думаю, это было бы там вполне достаточно этого. А остальное, это такая жадность молодости, когда соглашаешься на все, но только чтобы снимали, брали, потому что вот она сейчас, хочется, хочется, хочется. Вот Максиму в этом плане повезло, что первый режиссер, с кем он столкнулся, был Валерий Петрович Тодоровский, который ему сказал, что не разбрасывайся, не трать себя, не трать свою энергию, не трать свой талант на ненужные вещи. У меня такого режиссера рядом со мной не было. Родители наблюдали со стороны и только радовались моим успехам, понимали, что у меня какая-то новая жизнь начинается. И, ну, не то, что они мне не говорили, что выбирай, выбирай, нет, они доверяли мне самой. Вот, а я в силу, вот, опять же, молодости, неопытности очень много бралась за много лишнего. Вот, поэтому такой сейчас перекос, просто сейчас уже, естественно, я читаю, я думаю. Вы заговорили про родителей, собственно, была вот недавно совсем эта история с вашим отцом и интервью с Шихманом, после которого все начали говорить, что вот он вами не гордится, ему не нравятся ваши роли в кино, и в послужном списке у вас нет ничего хорошего. Да-да-да, я сейчас вспомнила, я просто сейчас, наконец, только сейчас отнесла, что это было интервью с Шихманом, потому что, ну, как бы мне говорили, что было это интервью, но я не могла понять, где он его дал. А как это в реальной жизни? Он смотрит ваши спектакли, он вам там что-то говорит, не говорит, реагирует на ваши роли как-то. Вы обсуждаете вашу карьеру вообще? Конечно, обсуждаем, мы обсуждаем и вообще и кинематографы современные, и театр современный. Мы с папой стараемся тут держать нейтралитет, поскольку он очень трепетно и с уважением относится к тому, что я делаю. Он сейчас видит, что я выбираю, он понимает, что я попала волею судьбы к очень серьезному режиссеру, что мне очень повезло, что я работаю в таком театре, что у нас такой подход к сценическому искусству, ко всему, что такой подход к репетициям, что я занимаюсь профессией серьезно. Поэтому так уж давать какую-то оценку, что мне нравится или не нравится, он понимает, что то, чем я занимаюсь, это серьезно, это в любом случае достойно уважения. Какие-то спектакли ему нравятся больше, какие-то спектакли ему нравятся меньше, он с чем-то не согласен. Но это уже чисто зрительское восприятие, они уже, как бы сказать, не отцовское. Не знаю, как сейчас мы сейчас, я физически это не так часто вижу, раньше он даже всегда покупал прессу, всегда всю со мной, все вырезал, все, то есть складывал в папочку. Ну, все, то есть такое настоящее отцовское отношение. А то, что он сказал, так это все просто разнеслось на цитаты, естественно, все это тут же было подхвачено. Он, ну, конечно же, имел совсем не то в виду. Он просто, он и сейчас мне часто говорит, что ты все равно имей в виду, что профессия это сегодня и сейчас. А потом все равно стопит момент, когда тебя не будут снимать или тебя будут снимать очень редко. И у тебя будет гораздо меньше ролей. Ты не должна понимать, что это занимает, профессия не должна занимать главная профессия в твоей жизни. Что самое главное это семья, это то, что ты должна беречь и делать так, чтобы твои дети, когда уже вырастут, ты была для них не чужим человеком, а самым близким, родным. И то, что это будут вот те люди, кто с тобой будет рядом всегда. А профессия, карьера, успех, это все потихоньку проходит. И это все сиюминутное и больше похоже на мыльный пузырь. Вот. И только исключительно это просто, естественно, он, наверное, сделал это в гораздо более импозантной форме. Я не видела, но предполагаю. Поэтому, естественно, и более категорично. Поэтому все стало, все было перевернуто с ног на ноги. С ног на ноги. Там, на самом деле, абсолютно короткая фраза, и она совершенно понятная. Но да, это так безумно разнеслось. И мне тоже, я пока готовилась к интервью, для меня, на самом деле, стало открытием, что у такой более-менее желтой прессы к вам настолько невероятное внимание. Да, да. Так было всегда, то есть за вами всегда вот так следили все возможные сплетники и так далее. Я, честно скажу, я вообще не могу понять, с чем это связано. Для меня это загадка. Мы не единственная семья, в которой все артисты. Мы не единственная семья, в которой, я не знаю, люди разного возраста, разных поколений, разных театральных школ. То есть, отчасти еще влияет на мое отношение. Вот, да, ну, это, наверное, самые такие банальные вопросы, которые мне уже сейчас не задают. Но, тем не менее, там, типа, вот, а вам нравится быть знаменитой, это же так здорово. Но для меня знаменитость – это, наверное, самая сложная часть профессии. Ну, еще, конечно, детство с папой, да, связанное, что пик популярности папы, когда я была маленькая, был наивысочайший. Поэтому с ним было очень тяжело гулять, с ним было, его все время узнавали, все время тыкали пальцем, звонили поклонницы, все время. Плюс нас с Сережей таскали еще на телевидении. Все, то есть, у меня негативный осадок от этого остался. И поэтому сейчас я тоже, как бы, автоматически немножко от этого закрываюсь. А сейчас, когда еще вдруг такое вот, такое внимание, действительно, от желтой прессы, какое-то для меня неестественное, и у меня это еще больше вызывает защитную реакцию, поэтому я иногда, мне даже кажется, что у меня какие-то нездоровые вещи проявляются. Ну, иногда я могу вскипеть, на самом деле, на пустом месте. Поэтому это не значит, что я кому-то хамлю, а просто, ну, у меня это очень вызывает негативную реакцию. А насколько, например, уже старший сын понимает, что мама, папа, актеры, они популярны, известны, что вот они там в телевизоре, у него уже есть какой-то интерес, там он задает вопросы? Ну, определенный интерес есть. Кстати, очень, это, честно скажу, мы как-то отличаемся друг от друга, я и он, вот, в детстве. Ему, наоборот, интересно. Он, там, если мы, там, приносим журналы, на которые, на обложке, там, я или Максим, он, ой, мама, папа, и, то есть, ой, тебя по телевизору показали, то есть, у него какой-то интерес определенный есть. И очень радуется, если, там, видишь, что что-то про него сказали, написали, ой, про меня сказали, про меня напечатали, то есть, меня показали по телевизору. Да, я знаю, я про это рассказываю. Пока у вас сейчас с Максимом нет работы, ну, я имею в виду такой походу в театр, есть ли такая история, что у вас накапливаются вот эти эмоции, страсть, ведь актерская игра, она, как бы, связана с большим количеством эмоций, которые вы отдаете на сцене, а теперь все эти эмоции, они, как бы, у вас, вот, дома, и, не знаю, заметили ли вы, что у вас, там, больше каких-то эмоциональных всплесков? Наоборот. Наоборот, потому что, как раз, вот там, на сцене, вот там, на съемочной площадке, вот там все страсти, все недосказанные, я не знаю, обиды, слова, усталость и прочее, а дома можно быть собой, можно не кричать, не плакать, не рыдать, не умирать, не отравляться, никого не убивать, а просто быть собой, при том, что мы, как бы, с Максимом достаточно темпераментные оба человека, мы с ним вот вообще не конфликтуем, мы с ним очень спокойны, мы всегда обо всем можем договориться, ну, то есть нам друг с другом очень комфортно, очень спокойно, вот, и надежно, то есть у нас вот этой итальянской семьи близко даже нету, мы очень-очень спокойны. И вот, собственно, Цыпкин вас спрашивал, как вам в карантине удается это сохранять, а мне, на самом деле, хочется спросить, ну, в чем секрет? Как вот выстроить такие отношения, чтобы, когда вы остались вдвоем на месяц в квартире, вы не ссорились, вы не узнавали друг про друга что-то новое, потому что вы уже хорошо друг друга знаете? Вот как это случилось? Ой, я не знаю, это так естественно произошло, это просто, мне кажется, мы, возможно, это тот период, которого мы очень сильно ждали, у нас все, мы все время куда-то скачем, постоянно, я в Петербурге, Максим в Москве, я в Москве, Максим в Петербурге, он снимается, я с детьми, я снимаюсь, он с детьми, то есть это то, чего мы, на самом деле, так ждали, и вот у нас такое сейчас идеальное время, семейное время, которого мы себе давно желали, вот то, как мы всегда думали, вот мы будем жить вместе, будем заниматься детьми, вот оно сейчас есть, поэтому, по сути, мы сейчас проживаем какой-то очень счастливый отрезок жизни. Когда карантин наконец-то закончится, куда пойдете первым делом? Я имею в виду, не работа, например, там, парк, бар, ресторан, почему скучаете? Честно? Вот глобально я ни почему не скучаю, я, мне бы хотелось, чтобы можно было больше гулять, ну, как бы, не опасаясь того, что тебя штрафуют или что-то в этом роде, и, конечно, я скучаю по театру, мне бы хотелось играть в спектакли свои, которые я играю, потому что сейчас я живу недалеко от театра, мне бы хотелось проводить с детьми вечером, идти в свой театр, играть в спектакли, возвращаться обратно домой. Вот, наверное, только так. С друзьями мы на связи, конечно, мне хочется с ними увидеться, поболтать где-то, но я и так, и в обычной жизни так нечасто это делаю, что сейчас, конечно, я прямо уже мучаюсь из-за того, что мы не встречаемся. Нет, я с ними, в общем, в стандартном режиме на связи, поэтому мне пока сейчас менять ничего даже не хочется. Нам сейчас так хорошо, что, ну, вот, сколько сейчас еще, на месяц продлят их, да, вроде бы, ну, что-то такое, наверное, да. Вот вообще никаких переживаний. На месяц, значит, на месяц. А что касается работы, многие говорят о том, что пандемия, карантин довольно пагубно влияют на театры, на кино, на всю эту индустрию. Да, это обратная сторона, безусловно, которая, с одной стороны, да, мне хорошо сидеть так, как говорится, можно еще просидеть сколько угодно дома, потому что есть какая-то финансовая подушка, которая там еще какое-то время может служить тем, чтобы мы могли расслабленно сидеть на карантине. Ну, это тоже не до бесконечности, что называется. Но в целом, конечно же, это большая проблема. Я молчу про тех, кто просто потерял работу физически, для тех, у кого произошли там сокращения и кто вынужден искать работу, кто думает о том, чем кормить детей и так далее. Конечно, тут чудовищная ситуация и очень страшно. Но что касается театров, да, конечно, вот мы еще, я так понимаю, где-то в районе месяца можем относительно спокойном режиме существовать, а дальше будет сокращение процентов на 40 зарплаты, потому что 40% бюджета нашего – это наш заработок, то, что мы зарабатываем на билетах и за счет гастролей. У нас нет никакого притока денег, то есть есть это государственное учреждение театра, но вот есть зарплата, эти 60%, и 40% – наш заработок личный театра. Его нету, поэтому будет сокращение тоже, и это, конечно, будет очень ощутимо. И я еще не читала, но я знаю, что вот коллега вчера вроде бы какое-то то ли обращение сделал, то ли письмо написал о помощи, потому что призвать власти к тому, чтобы помогли театральному сообществу, и, конечно, это абсолютно справедливо, потому что я думаю, что, ну, немногие знают. Вот я сейчас ляпну тоже и скажу, что, ага, вот у артистов столько зарплаты, а у нас, может быть, это не самая маленькая зарплата, но так или иначе, там артисты некоторые получают по 25 тысяч, кто-то молодые совсем по 20, кто-то еще меньше. То есть понимаете, что если это убрать 40%, то это будет вообще деньги, на которые очень сложно жить. По крайней мере, такая зарплата в Петербурге, может быть, в Москве она выше. Ну, у других артистов, которые старше, она несколько больше. Но все равно, в любом случае, для любого бюджета это очень ощутимо. И, конечно, нужна поддержка, если... Мне кажется, что проблема в том еще, что даже если мы через какое-то время начнем выходить из этой пике, то театры откроются в самую последнюю очередь. Будут открываться, я не знаю, парикмахерские салоны какие-то, там всех будут сажать на расстоянии, и так или иначе можно будет как-то обустроить все это потихоньку. Но театр... Невозможно, мы же не будем по 10 зрителей впускать в зал и сажать их в разные углы. Поэтому думаю, что мы откроемся в последнюю очередь. Конечно, сейчас надо потуже затянуть ремешки, потому что... Ждать того, что через полтора месяца мы будем стоять на сцене снова, я думаю, что это очень... Слишком оптимистично. А как вы сейчас общаетесь с родителями? Вы же наверняка с ними не видитесь. Мы видимся. Мы видимся, просто поскольку мы соблюдаем очень жесткий режим самоизоляции, мы практически никуда не ходим. Мы иногда выходим в магазин, но абсолютно на полном серьезе. Практически в спецодежде, в перчатках, в очках, в маске, в шапке. И все, приходим, все снимаем. То есть очень стараемся соблюдать все правила. Моем руки, дезинфицируем и так далее. И родители тоже. Поэтому мы между собой общаемся. Как сначала, когда все началось, мы не виделись. Потом, когда поняли, что это затянется надолго, у нас нет причины так сильно бояться, потому что все-таки мы не контактируем ни с кем во внешнем мире. Вот у Андрюши был день рождения, пришли тогда родители, и мама Максима. Ну и после этого мы стали периодически видеться. И на дачу к родителям ездили. В общем, как-то в таком режиме. И я думаю, что так и будем продолжать жить, потому что пока, слава богу, это никак не повлияло ни на чье самочувствие. И если мы не будем продолжать так же себя беречь, то будем встречаться. Хорошо, спасибо большое. Надеюсь, что мы скоро уже все сможем встречаться, видеться, общаться в реальной жизни. Спасибо, что согласились на интервью. Хорошего вам дня. Тоже хорошего дня. Все, счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова